Простатит, как я от него избавился. У каждого человека свой простатит. Каждый человек свое заболевание наживает сам. И естественно он должен понять, что, что, откуда. И от всего этого, поняв все эти, знаете, причины, так сказать, он должен избавиться. Я уже неоднократно высказывался, да и многие высказываются, что болезнь это не просто там вот нам дали болезнь, откуда-то там она пришла. Это все следствие наших прежних поступков. А первоначально мысли, первоначально нашего мировоззрения, что в зависимости от мировоззрения мы думаем, ага, земля есть, сейчас мы ее тут запашем и так далее, чтобы она нам там родила, что-то давала, чтобы прибыль была. А куда там букашки денутся? А куда там животные, которые там жили, куда они денутся? Их не будет. А потом мы тут пожинаем пыльные бури у нас там бывают, потом пожары идут, потом еще что-то там идет и так далее. То есть происходят такие вещи, которые вроде человек этого не делал, но он живет в социуме и он, как бы сказать, невольно это дело одобряет. Либо не одобряет, но все равно не препятствует ничему этому, потому что круто изменилась природа. И смотрите, так вот меня немножечко понесло. Что происходит? Вот одно дело, мы сейчас говорили, индивидуально каждый человек наживает это, и он должен осознать и, как бы сказать, исправиться. А другое дело, коллективно мы наживаем какие-то вещи, которые меняют климат на планете, и мы потом удивляемся. А что же тут такое происходит? А почему там стало нам плохо так жить? Смотрите, вот первое. Раньше были леса, и как раз деревья, деревья, они сдерживали рост грибков. То есть там грибковая флора и микрофлора примерно были одинаковые. Далее, что там произошло? Деревья повырубали. Стали использовать лекарства, которые в основном подавляют бактерии. Предпочтение в своем развитии получили грибки. У нас пошли массово грибковые заболевания. В конце концов, у нас повалил гриб. Среди вирусов имеется огромное количество самых разнообразных вирусов, и у них также конкуренция. И вот один как раз человек интересную мысль в связи с этим высказал, что, говорит, раньше мы лечились от гриба, который был, и, как бы сказать, мы его слегка задавили, но при этом другой вирус, коронавирус, там, коронавирусы, там их целый ряд, они получили предпочтение, мол, вот даже вот так он сказал. И в итоге, значит, грибковая инфекция у нас там, сезонный гриб может отойти на задний план, а вот этот вот вылезти на передний план. И получается, знаете, получается следующее, я понял. Во Вселенной надо жить очень тихо и мирно. Она все дала для того, чтобы мы жили, процветали и развивались. И не за счет кого-то, чего-то. Все есть, всего достаточно. Мы же поступаем, что вот за счет кого-то, за счет чего-то. Извращаем вот эту всю эту природу в свои какие-то, знаете, там, мелочные эти эгоистические потребности, а потом начинаем удивляться, почему так вот происходит. И вот это вот все тогда накладывает, вот эта целая волна тогда идет, для того, чтобы уже все люди осознали, что так поступать не надо. Что-то мы меняем, допустим, одно, вот как, знаете, у плодовых деревьев, чтобы больше они давали сахара. А тогда они больше, вроде бы, дают сахара, а становятся менее устойчивы, менее противостоят вот разного рода грибкам, разного рода этим самым бактериям. То есть они, как бы сказать, мало жизнеспособны. Так точно и вот и у нас это все происходит. Мы вот такое вот делаем вещи, не понимаем, думаем, вот это мы благо сделали, это благо чашу весов изменило в другую сторону. И у нас пошло совсем другое. И даже хуже, чем то, что было. Вот такие вот дела. Далее, это насчет оздоровления Эдуарда, часть вторая. Такую капсулу можно сдать на анализ, что там внутри, я, честно говоря, в шоке. Можно сдать на анализ, я не возражаю. Есть желание повозиться с этим? Пожалуйста. Я думаю, что в свое время у Эдуарда не было ни желания, ни возможности носиться вот с этим. Вот, а что там такое? А вот там скажите, и так далее, и тому подобное. И, кстати, как я недавно слышал, говорил один там ученый, медицина занимается в основном больными, больными. А вот здоровые ей неинтересны, потому что они не болеют. Что с ними там это самое? Лечить их не надо. Как поддерживать там здоровье тоже не надо, потому что чем больше людей болеет, тем, естественно, медицина процветает. Так, керосин тадикамп, и на этом, на этом мы, наверное, закончим. Комес лос. День назад написал. А теперь о самом интересном. Почему не всегда получается вылечиться? Вылечиться всегда получится, если человек начнет думать, от чего это произошло, а не лечить последствия. Ох, у меня тут, допустим, что-то это прыщик вскочил, я сейчас буду его тут это самое затирать за это самое, чтобы его там не было. А этот прыщик из-за того, что, допустим, мы можем простыть, мы можем запор иметь, мы можем еще что-то иметь. И это следствие, это так, это так, просто для примера. Не получается вылечиться. Всегда получится вылечиться, если человек над этим работает целенаправленно и начинает искать сначала причины, а не борется со следствием. Так вот, когда мы боремся со следствием, не всегда получается вылечиться. Существует в природе патогенной микрофлоры защита, называемая биопленка. Она образуется почти всеми бактериями кандида и вирусами. Это ответ, почему антибиотики и другие препараты не берут их. Помимо того, что они еще мутируют, они действительно могут защищаться. И плюс, я еще говорил, они от антибиотиков проникают в такие ткани, куда антибиотики не проникают. То есть, бомбежка идет. Мы тут живем, только трах-бах-бах-бах-бах-бах. Побило людей. Ага, в следующий раз самолеты летят, бомбежка. Что народ сделал? Тревога. Залезли в бомбоубежище. Ну и что? Тут разрушили, вылезли целые. Так точно и бактерии. Что они, глупые думать? Это так, к примеру, чтобы явно и понятно было. Значит, антибиотики, другие препараты не берут их. И, как бы тут правильно сказать, вот мы думаем, вот мы думаем своим умком, который существенно ограничен, что мы тут увидели антибиотики, другие препараты воздействуют на это, значит, можно с помощью их там лечить. А что, другого ничего нету. Вот другого ничего нету, чтобы эти бактерии, вирусы и прочее брать. И паразиты. Есть, но вот мысль твердолобая, уперлась сюда, особенно касается там, где имеются деньги. Как только начали вот эти противовирусные и антибактериальные препараты делать это, зарядились эти фабрики, значит, надо это все сбывать и так далее. Вот это поможет, поможет, поможет. А вот как раз пишет, почему антибиотики и другие препараты не берут их. Да потому, вот не берут это. Ну, тут объясняется. Это своего рода слизь, выделяемая микробами в неблагоприятной среде. Она прячется в ней до тех пор, пока не закончится. Это курс вашего лечения. А тем временем, они там, в этой биопленке, либо погружаются в стази слизи, либо размножаются, и потом выпрыгивают в большем количестве, как огромный очаг заболевания. Так вот, вопрос, то в чем способны ли керосин растворять эти биопленки белковые? Значит, насчет керосина, я так скажу, всегда интересно, что-то новенькое. Смотрите, вот многие из нас действительно пили керосин, там, по чайной ложке, по столовой ложке, уже где-то пьют, там, при онкологии, и так далее, и он там действует по-своему. Вроде бы, это, как бы сказать, природный растворитель. Растворяет ли всякие, там, эти самые, вещества. Но, обычно керосин применяют, а, я же сказал, керосин применяют, вот, чайная ложка, и даже меньше. Все это дело всасывается, где-то уже, в тонком кишечнике. Больше, вот, вот именно керосин, он действует, всасываясь в кровь, он действует на кровь, очищая от разного рода, там, микроорганизмов, и так далее. Ну, по крайней мере, создают такие условия. То есть, больше на кровь. На пленку, вот эта пленка, оказывается, для того, чтобы лучше все это понять, обязательно посмотрите спонсорскую подписку про Эдуарда. Там вот эта вся, эта слизь и так далее, просто иллюстрирует вот этот вот вопрос. Человек применял противопаразитарку травы, херосин, что-то, соду, моду и так далее. И она как была, так вот, допустим, та же кандида, так она примерно и осталась. Ничего из указанного не взяло в том, как бы сказать, объеме, в который бы хотелось, чтобы все это вышло, знаете, все там стало чистенько и так далее. Не взяло. Я для этого, с этой целью, тмин, не разжевываю, а глотаю. Я его глотаю, чтобы он, проходя через весь желудочно-кишечный тракт, и даже, возможно, застревал в этой вот слези, и своим духом действовал, 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 действовал. То есть, я его уже применяю года, наверное, два, три, если не больше, постоянно. То есть, каждый день у меня ритуал. Я встал с утра только раз, примерно одну четвертую чайную ложку этого семян тмина, серого, только раз в рот, запил это уже, как нормально. Желудочно-кишечный тракт стал работать лучше, намного лучше. Вот, просто можно сказать, идеал. Но, тем не менее, и я иногда вижу, что что-то, какие-то выделения такие вот медузоподобные есть. Если посмотреть на Эдуарда, там, на видосы, там еще больше. А человек-то столько там принял всего. Мы против этого грибка там боролись, там такие ударные дозы. То есть, слизь настолько, как бы сказать, изощренно защищается, что, вернее, как бы сказать, пускайте, бактерии, вирусы, сама эта грибница, кандида, настолько, значит, защищается, изощренно, что действительно, она вроде и отбрасывает какие-то там свои медузоподобные там сгуски, и слизь там выделяется. Но, тем не менее, ее там полным-полно. И в этой слизи имеются, значит, и вирусы, и микробы, и в том числе, и гристика, я уже как практик хочу сказать, так как вот хотелось бы это все дело сделать, не совсем получается. Хорошо, но не совсем. 100% удовлетворения нету. Но, есть такое средство, которое называется лечебное голодание. Так вот, лечебное голодание, естественно, продолжительностью не 3 дня, не неделю, не 2 недели, и даже бывает и не 3 недели, гораздо больше. Вот это вот голодание создает в организме такие условия душника для всей этой. То есть, там меняется вообще среда. Вот, многие говорят, щелочная там, кислая и так далее. На голоде идет закисление внутренней среды, и вот эта вот среда как раз вызывает душняк для этой всей вот этой вот пленки, гадости и так далее. И вот она-то и начинает выходить. Вот лечились, лечились, вы там Эдуарда посмотрите, голодание, да и противопаразитарку и так далее, все это там. Практически там я не видел, чтобы листы выходили. А где-то наверное на 4 неделе, на 4 неделе, ну да, я 15 дней, 4 неделя примерно, а на 4 неделе вышел клубок листов. Ничего не брало, понимаете, вот все это прошло транзитом и так далее и тому подобное. А это, как бы сказать, вы знаете, это такой душняк, что там все подохло и начало выходить. То есть, вот одно из естественных средств, которых является лечебное голодание, оно создает в организме в первую очередь такие условия, в которых все дохнет. Во-вторых, оно укрепляет мощность, становятся все эти энергетические тела тонкие, потому что там начинается работа тонких тел. Именно они должны обеспечить жизни обеспечение. они и так у нас обеспечивают жизнеобеспечение, вырабатывают вот эту вот как раз энергию, которая строит наш шаблон нашего физического тела, энергетический шаблон нашего физического тела. Так вот этот шаблон, он становится насыщенной энергией, он ярко-ярко вот такой вот все прорастает, все уплотняется, и все там вредное, ненужное выбрасывается, ничего там не хочет задерживаться. Особенно, естественно, когда человек уходит там за три недельки, до трех недель там в основном остается... Вот здесь вот без всяких денег, без всяких, знаете, вот каких-то средств и так далее, создаются те условия, просто надо их знать и понимать, как это все это создать. Легко и просто в своем организме как это все выдержать. Который начинает вирусы уничтожать, грибки уничтожать, бактерии уничтожать, грязь выводить, укреплять наши тонкие тела. Вот такие-то дела про тонкие тела. Рекомендую стать спонсором канала. Сейчас у нас спонсоров 35 человек. Подписка спонсорская на месяц 50 рублей. Всего лишь на все 50. Так вы посмотрите до того же голодания 27 суток. Что, что, как с рассуждениями, со всем этим, что там выходит и так далее. Потому что, знаете, я вот смотрел каналы, я не хочу сказать своих конкурентов, которые работают тоже в здоровом образе жизни, по-своему там рассказывают и так далее, и так далее. И в честности говорил, вот это средство ты примешь и, значит, из вас посыпятся клубки глистов. Я только вот эту фразу слышал, посыпятся клубки глистов. А где они посыпятся, где это? А тут у меня вы наглядно видите, первый день голодаете, что с вас выходит, да, на примере, второй, третий, пятый, десятый, в конце концов вы увидите и клубок глистов, что они с тобой представляют, и многое другое, что из печени выходит, как там растворяется. Слова не разделяются с делом, и о чем говорится, то показывается и то соответствует действительности. Наговорить можно очень много всего, а вот что происходит на самом-то деле, увы и ах. Поэтому, не забывайте, конечно, вот эти, я уже не говорю, лайки там ставить, потому что мне это противило, как у некоторых смотрят, лайку поставьте, там отзыв вы там оставьте еще что-нибудь. Знаете, вот эти вот детские вещи мне как-то не это, не понутру. Но тем не менее, без них YouTube не хочет канал куда-то там выдвигать, поднимать на первые места. И оказывается, что различные там люди, которые, ну что-то там узнали, у них и подписчиков больше, они там процветают и так далее, и тому подобное, и такие заголовки делают, вот это выпейте там в клубке глистов, там выйдет и так далее, и так далее. А выходит ли на самом деле? Написать можно все, что угодно, а вот. Так что становитесь спонсорами, ставьте свои лайки, балалайки, пишите отзывы. Ну все, сейчас будем загружаты в видео. и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!